МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пост номер пять. Летом, когда это случилось, я уже отслужил в армии целых полгода. Попал я в батальон охраны, основной задачей которого было несение службы в караулах. Вкратце расскажу о том, как это происходит. Часовой – это непосредственно тот, кто охраняет объект в данный момент времени, находится на наблюдательной вышке и смотрит, чтобы никто не приближался к запретной границе поста. То есть к забору с колючей проволокой. Позади находится полузаброшенный военный объект, который на самом деле никому ударом не сдался. Вокруг лес, в руках заряженный автомат. Если кто-то приближается к ограждению, часовой предупреждает его сначала словесно, затем предупредительным выстрелом вверх. А если это не остановит нарушителя, то часовой применяет по нему оружие. Но это только при условии, что он пересек ограждение. Ночью территория освещена уличными фонарями. А также есть еще фонарь-прожектор на самой вышке, который можно направить в нужное место. Смена часовых происходит через каждые два часа. Всего три смены. То есть сначала я стою два часа, потом второй, затем третий, и потом снова я. По периметру охраняемого объекта есть несколько наблюдательных вышек, каждая из которых это отдельный пост, на который назначены определенные люди. На каждой вышке находится пара телефонов, через которые можно держать связь с командирами, а также имеется портативная радиостанция. Ее можно использовать, если вдруг телефонная связь выйдет из строя. Самым страшным местом был пост номер пять. И не потому, что это самое отдаленное место среди всех. За последние несколько лет там застрелилось четыре человека, по неизвестным причинам. Не было проблем в семье или с девушкой, отношения со служивцами были нормальные. Никто не хотел стоять на пятом посту. Поэтому какое-то время он был пристанищем для срочников, которые косячили. А пребывание на нем являлось наказанием. Но это продолжалось недолго. На момент, когда в одну прекрасную ночь все узнали, что на пятом посту застрелился очередной часовой, я находился в этом же карауле, в который ходил через сутки уже полгода. Жертвой поста номер пять стал тихий и необщительный парень по кличке Диван. Вероятно, именно из-за его замкнутости и смогла случиться трагедия. Так как другие, при ощущении того, что им там уже невыносимо находиться, говорили об этом. И старались любыми способами не допустить, чтобы их снова туда поставили. Но Диван терпел и отвечал, что все хорошо, что он справится. Не справился. После этого начались разбирательства. Нас допрашивали, на время запретили брать с собой боевые патроны, которые после очередного, а как они будут обороняться в случае нападения, снова вернули назад. Какое-то время на пятый пост вместе со срочниками стали выставлять сержантов, которые стояли совместно с ними для безопасности. Однако продолжалось это очень недолго, и все пришло к тому, что туда начали выставлять двоих срочников. Сделали три группы срочников для всех трех смен, в каждой из которых был один бывалый солдат и один для подстраховки. Первым бывалым был парень с фамилией Бондарчук. Адекватный солдат с высшим образованием. Вторым был не совсем адекватный парень с фамилией Маркин. Его прозвали Бессмертным за то, что он мог с улыбкой на лице перенести сколько угодно физических нагрузок, пока его сознание не покинет его. А третьим почему-то оказался я, что не очень-то меня обрадовало. Самой опасной считалась вторая смена пятого поста, во время которой и происходили все несчастные случаи. А если точнее, все ЧП случались в промежуток между двумя и четырьмя часами ночи, в самое тихое время суток. Сначала на вторую смену поставили Бондарчука и его команду, а я вместе с одним новичком встал на первую смену. Первые мои сутки на пятом посту прошли довольно спокойно. Не происходило ровным счетом ничего, ни днем, ни ночью. Было только чувство некоторого беспокойства, которое не покидало меня все время. Но в остальном все было нормально. Я думал, что у остальных тоже все хорошо, но, как оказалось, не совсем. По прошествии первых суток и Бондарчук, и Маркин говорили, что все в порядке. Но вот после второго караула я печально наблюдал, как Бондарчука вместе с его напарником уводят солдаты из метроты. Его руки дрожали, в глазах застыл настоящий ужас, а язык заплетался так, что толком ничего объяснить он не смог. Его напарник и вовсе вел себя как немой. Не проранив ни единого слова, он белый как мел просто ушел вместе с ним и сел в машину скорой помощи. Ни одного, ни второго я больше не видел. Их заменили на парня с фамилией Шилов и другого новичка. После этого Маркин с ехидной улыбкой на лице попросил, чтобы на вторую смену поставили его, что он справится с чем угодно. Но в итоге там оказался я. Прорвемся, попытался подбодрить меня мой напарник, хотя у него у самого в глазах читался неприкрытый страх. Его звали Саша. Он служил всего три месяца, но уже соображал побольше некоторых из нас. Отобрали, конечно, здравых людей, но на такое место, как проклятый пост на отшибе, где срочники один за другим совершают самоубийство, нужно было ставить солдат с гораздо лучшей психикой. У меня был шанс отвертеться от поста номер пять. Но я им не воспользовался. Возможно, я не хотел показывать слабину или не хотел переваливать ответственность на кого-то другого, когда задача была поставлена именно мне. И это было глупо. Когда я в следующий раз заступил на пятый пост вместе с Сашей, то сразу понял, что что-то не так. Это было первое наше заступление с 20 до 22.00. На улице было светло. «Как тихо», — сказал Саша, прислушиваясь. Он стоял на вышке рядом со мной с автоматом в руках и вглядывался в окружающий нас лес. Слишком тихо. «Да», — шепотом ответил я. Не было ни ветра, ни каких-либо звуков вообще. Стояла полная тишина. Вскоре в ушах начал извинеть. Появился страх. «Может, все сходят с ума из-за тишины?» — подумал я. Мы с Сашей молча стояли и смотрели по сторонам. Все словно замерло. Ветви деревьев не качаются от ветра. Листья не шуршат, птицы не поют. Звонок стационарного телефона заставил на собой вздрогнуть. «Часовой пятого», — ответил я. Мое сердце бешено колотилось от неожиданно появившегося громкого звука. «У вас там все нормально?» — услышал я голос сержанта Волкова, который был нашим разводящим. Это человек, занимающийся тем, что разводит всех на посты, производя смену часовых. «Да, только очень тихо», — ответил я. «Хорошо», — сказал Волков. «Докладывайте каждые пятнадцать минут». «Есть», — ответил я и положил трубку. Время тянулось очень медленно. Казалось, что прошло не два часа, а целые сутки. Мы так и простояли в тишине, посматривая по сторонам и докладывая о том, что все в порядке. Ничего странного с нами не произошло, и вскоре нас сменили. Следующее наше заступление на пост было как раз с двух до четырех ночи. Я с сильнейшим беспокойством ждал этого времени, постоянно думая о том, что нас ждет. Когда, наконец, мы пришли на пост, нас снова встретила гробовая тишина. «Боишься?» — спросил я у Саши. «Конечно, блин», — ответил он. «Здесь столько человек до нас полегло, еще бы не бояться». «И правда», — сказал я. «Но почему все-таки это происходило? Из-за чего столько народу съехало с катушек?» «Ее не знаю». Саша вглядывался в ночной лес. «Есть какая-то причина», — сказал я. «И по-любому это не что-то сверхъестественное или мистическое. Этому должно быть логическое объяснение». «Стой», — резко сказал Саша. «Ты слышишь?» «Что?» — я прислушался. «Тише», — шепотом ответил Саша. «И тогда я услышал. Это были звуки музыкальной шкатулки, играющей какую-то грустную мелодию. Они были настолько тихие, что даже в полной тишине были едва различимы. Но они были. И мы оба их слышали. Звуки исходили откуда-то из леса». «Что за хрень?» — прошептал я и повернул прожектор в сторону леса. «Я освещал окрестности тут и там, но ничего, кроме деревьев, не увидел. Звуки не прекращались». «Часовой пятого». Саша поднял телефон, связываясь с караульным помещением. «У нас тут какие-то звуки со стороны леса». «Нет, музыка». «Да, за территорией». «Понял». Он положил трубку и прошептал. «Волков сказал, что раз они далеко, то и черт с ними». «Отлично», — ответил я. «Звуки какой-то мелодии из глухого леса посреди ночи. Ну и хрен на них, действительно». Я поднял трубку и сам позвонил Волкову. «Слушай», — сказал он мне. «Я тебе потом все объясню. Старайся не обращать на странные звуки внимания, понял? У нас и так людей почти не осталось. И не вздумай идти проверять. Стой на вышке и делай вид, что не слышишь музыку». «Есть». «Совсем невесело», — ответил я и положил трубку. Так мы и стояли, всматриваясь в темный лес. Светили прожектором между деревьев и пытались понять, откуда исходит мелодия. Но это мы так и не выяснили. И за полчаса до нашей смены звуки музыкальной шкатулки стихли. Мы вернулись назад. Я был очень рад, что с нами все в порядке. Мы не сошли с ума и не поубивали друг друга. «Психологическое оружие американских шпионов хорошо действует», — с улыбкой на лице сказал сержант Волков. «Но мы-то выстоим против него». А если серьезно, что происходит с пятым постом? — спросил я. «Серьезно?» Улыбка исчезла с лица Волкова. «Если серьезно, то не знает никто. Что мне только не рассказывали о том, что там видят и слышат. И музыку, и голоса, и плач, и смех». Он задумался, глядя куда-то в одну точку на потолке, а затем продолжил. «Много раз мы старались закрыть чертям собачьим весь этот объект, и все только из-за одного пятого поста. Но, похоже, нашим начальничкам жизни людей не так важны, раз вы до сих пор стоите там». «А что рассказывали?» — спросил я. «Знаешь, как определить, что человеку стоять на пятом уже хватит?» — мрачно сказал мне Волков. «Как?» «Когда он приходит с поста и спрашивает тебя, можно ли ему отрубить по два пальца на каждой руке?» — прошептал Волков. «Потому что у тех, кто к нему приходит, всего по три пальца, а у него пять, и он не хочет выделяться». «Ого», — только и смог сказать я. «А про некоторые случаи вообще лучше не знать. Так что следующий наряд, ты стоишь на второй смене, а потом эту позицию занимает Маркин. Будем вас менять. Вы оба стойки, каждый по-своему. Должны справиться». За этот караул больше ничего не произошло. Мы больше не слышали никакую музыку, и все было спокойно. Когда мы приехали туда снова, то я был очень уставший и чувствовал сильную слабость. Я не мог нормально спать и толком не отдохнул. «Наверное, так люди сходят с ума», — думал я. Не могут спать по ночам, морально истощаются, а потом начинают видеть всякую хрень. Первое заступление на пост прошло без происшествий, и я надеялся, что и дальше будет так. Когда мы с Сашей пришли на пятый пост во второй раз, у меня сразу появился сильный страх. Хотя причин этому не было. Что-то не так. Саша вглядывался в вид ночного леса. Деревья. Вечером они стояли по-другому. «Тебе кажется», — ответил я и внимательно посмотрел в сторону леса. Однако некоторые его места я словно видел впервые. Многие деревья стали какими-то сключенными и извилистыми. Но до этого они были ровными. Я совсем не помнил, чтобы было так много сключенных деревьев. «Да», — ответил я и в этот момент зазвонил в телефон. «Часовой пятого», — начал Саша, но остолбенел с трубкой в руках, а потом медленно передал ее мне. Я поднес трубку к уху и услышал ту самую мелодию музыкальной шкатулки, которую мы слышали в прошлый раз в лесу. Только теперь эти звуки раздавались из телефона. «Это часовой пятого. Нас слышно», — сказал Саша, взяв радиостанцию в руку и нажав на кнопку. Через несколько секунд из рации начал раздаваться треск, сопровождаемый помехами. В этом треске вскоре стало возможно различить хриплый смех, от которого у меня пошли мурашки по всему телу. «Да ну нахер», — сказал я и вытащил аккумулятор из радиостанции. Звуки стихли. «Смотри», — шепотом сказал Саша, показывая в сторону леса. Я посмотрел туда и увидел человеческий силуэт в темноте. Кто-то стоял за забором, где начинался лес, и смотрел на нас. Я принялся поворачивать прожектор и только тогда заметил, что он не работает. Тогда я снял автомат с предохранителя и держал его на готове, не отрывая взгляда от фигуры в лесу. Однако спустя какое-то время мы услышали звуки шагов с обратной стороны. «Стой, кто идет?» — громко спросил Саша. Со стороны караульного помещения к нам приближались двое неизвестных. В темноте было совсем не видно, кто это. «Часовое пятого поста, рядовой дроздов», — услышал я голос Саши, доносящийся оттуда, где находились эти двое. «Чего?» — шептом сказал Саша и сделал шаг назад. «Осветите свое лицо», — громко спросил второй, таким знакомым голосом. «Да что там?» — голос был моим. Один из них откуда-то достал светодиодный фонарь с ручкой и включил его. Волосы на голове встали дыбом, когда я увидел свое лицо, освещаемое слабым светом фонаря, а сзади лицо Саши. Это были мы сами, там, на дороге, в тридцати метрах от вышки. Я неотрывно смотрел на наших двойников, которые не улыбались, не скалились, а со спокойным выражением на лицах стояли и глядели на нас. В этот момент я услышал шорохи со стороны леса и резко обернулся. Среди деревьев теперь была не одна фигура человека, а множество в разных местах. «Черт возьми!» — громко сказал я и отвел затворную раму назад, после чего направил автомат в ночное небо. Оглушительный звук выстрела прозвучал неимоверно громко, в этой почти полной тишине. Саша схватил телефон и начал что-то очень быстро туда говорить, а я, видя, что фигуры в лесу все еще стоят, снова поднял автомат вверх и переключил его в автоматический режим. Выпустив две короткие очереди, я поставил автомат на предохранитель и опустил его. Саша, держа телефонную трубку в руках, вдруг бросил ее и резко побежал. «Стой!» — крикнул ему я, но не смог его остановить. Не знаю, что он там услышал, но догнать его теперь было просто невозможно. Он спустился с вышки и рванул в сторону леса, прыгнув на забор с колючей проволокой. За несколько секунд он перемахнул через него, оставив на нем лоскутые одежды и, вероятно, сильно порезавшись. Но Саше было на это плевать. Он, как олимпийский чемпион, побежал в лес и исчез среди деревьев. Меня нашли вжавшимся в угол вышки с автоматом в руках, в котором уже не осталось патронов. Все, что я смог объяснить, это то, что Саша убежал куда-то в лес, а я не смог его остановить. Больше на пятом посту я уже не стоял. После этого меня множество раз допрашивали и таскали по всяким следственным отделам. Все было так серьезно, потому что тело Саши нашли в лесу утром после той ночи. Кто-то говорил, что он умер от потери крови из-за ран, полученных от колючей проволоки. Кто-то говорил, что его тело и вовсе было растерзано и усеяно множественными укусами. Но по официальной версии, он, конечно же, застрелился из-за личных проблем. Что было дальше с пятым постом? Кого туда ставили? Закрыли ли его вообще? Я не знаю. Меня перевели в другую часть за многие километры от этой. Почему на посту номер пять происходит такая фигня? И как такое вообще возможно? Для меня так и осталось неизвестным. Редактор субтитров А.Семкин